Здравствуйте! Передо мной всем известный ревень. Но почему-то он, к сожалению, очень мало распространен в наших садах. Что же это за такое растение и что из него можно приготовить? Вы на канале Садовая Шкатулка. Будем разбираться вместе. Свой ревень я посеяла семенами. Его можно разводить как семенами, так и делением куста. Да. Семена осенью я посеяла на разводочную грядочку. И в течение следующей весны он у меня взошел. Я не подрассчитала, что кусты настолько мощные. И посадила их слишком близко друг к другу. Сейчас я понимаю, что их надо рассаживать и пересаживать. Отсюда некоторые кусты убирать. Между кустами ревеня должно быть сантиметров 80. Когда вы его уже будете высаживать на постоянное место. У меня он растет в обычной садовой земле. Специально грядку ямы я под него не готовила. Единственное, только каждую весну я подсыпаю под него перегной либо хорошо перегревший компост. Растет он у меня целый день на ярком солнце. При этом очень хорошо себя чувствую. Поливаю ревень. Я только когда на улице... Вот сейчас у нас целый месяц стоит сухая погода без дождей. Поэтому я его полила. И подкармливаю в течение лета, когда развожу какие-то удобрения для того, чтобы обработать свой сад, свои деревья. И эти же удобрения, микроэлементы достаются и ревенью по листикам. Есть еще один момент. Когда у ревеня начинают отрастать цветы, то я просто подхожу и ножиком их срезаю. Не даю ревеню зацвести, иначе он станет старым. Теперь, как же правильно использовать ревень? Есть некоторые особенности. У ревеня мы можем использовать только вот эти стебли. Когда мы срезали стебель, то обязательно должны тут же отрезать его лист. Дело в том, что листья у ревеня содержат очень большое количество янтарной, щавелевой кислоты. Есть еще другие кислоты. Но вот именно щавелевая кислота содержится в самом большом количестве. И при употреблении листьев в пищу может возникнуть даже отравление ею. Поэтому листья мы никогда не используем. И для того, чтобы эта кислота после срезки не перешла в стебель, мы сразу листья удаляем. Сейчас я нарежу необходимое мне количество стеблей. У ревени бывают разные сорта. Вот здесь у меня два сорта. Они отличаются цветом стеблей. Вот этот вот сорт с красными стеблями. Это сорт Виктория. И второй сорт, к сожалению, не знаю его названия. Он имеет вот такие зеленые стебли. Что же можно приготовить из ревени? Из него получаются отличные напитки. Это кисели, компоты. Можно печь пирожки. Можно варить супы и добавлять его в салаты. Ну а я вот из этого ревени приготовлю вкусный ликер. Еще больше информации на канале Садовая шкатулка на Яндекс.Дзен. До новых встреч. Пока.